Приветствую всех, кто смотрит Первый Альтернативный. С вами Елена Иванова и Новости Будущего. Смотрите в этом дайджести. Революция в мире мобильных телефонов. Компания Sharp представила два новых смартфона с 3D-дисплеями. Ученые добились успеха в создании гигантских насекомых, а также создали топливные элементы, которые могут производить электроэнергию из крови. Об этом и многом другом далее в программе. Свой последний полет Shuttle Discovery, запуск которого НАСА откладывало уже несколько раз, должен доставить на МКС модуль для американской лаборатории и первого робота-космонавта по имени Робонат-2. Так что, возможно, мы с вами становимся свидетелями нового этапа освоения космоса. Специалисты General Motors и NASA, которые создали Р-2, собираются изучить взаимодействие своего детища с космонавтами на орбите и особенности его поведения в условиях невесомости. Предполагается, что поначалу на робота будут возложены простейшие функции и домашние хлопоты. А затем можно будет доверить ему и более сложные операции, которые небезопасны для людей. Как видите, Р-2 представляет собой лишь верхнюю половину человекоподобного робота. У него есть голова, руки и торс, а вес при этом составляет 136 килограммов. Управлять андроидом космонавты будут при помощи специального пульта. Кстати, у Р-2 есть собственный аккаунт в Твиттере. В микроблогах инженеры рассказывают о жизни андроида, и после его доставки на МКС общение продолжится. Исследователи из Китая и США разработали миниатюрный топливный элемент, способный вырабатывать электричество из любой жидкости биологического происхождения, в том числе из крови человека и арбузного сока. Ученые создали нано-проводник, изготовленный из специального полимерного материала, способный проводить в одном направлении свободные протоны. Этот проводник закреплен на металлических электродах, через которые осуществляется отбор энергии, а на его поверхность нанесены с разных сторон слои из окислительного и восстановительного ферментов. Проведенные опыты показали, что одна ячейка такого топливного элемента способна вырабатывать энергию мощностью до 3 микроватт. Благодаря малым размерам такие топливные элементы могут быть объединены в генератор большей мощности, способной обеспечить энергией и привести в действие наноустройства для экологического контроля и биологических исследований, портативную электронику и систему личной безопасности. И внедрение этой технологии в коммерческое производство уже не за гарантирую. Революция в мире мобильных телефонов наконец-то свершилась. Компания Shard представила два новых смартфона с автостереоскопическими 3D-дисплеями, которые предоставляют объемный эффект без очков. Модели получили названия Galapagos 003 и 005. Первая выполнена в форм-факторе без клавиатурного моноплока, вторая в виде бокового QWERTY слайдера. Оба смартфона работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1 ГГц и управляются мобильной операционной системой Google Android 2.2 Proyo. 3D-дисплеи имеют разрешение 800 на 480 точек при диагонали 3,8 дюйма. Версия 003 имеет камеру с разрешением 9,6 Мп, в то время как 005 получила только 8-мегапиксельный модуль. Оба смартфона поддерживают HD-видеосъемку в разрешении 720 пикселей. Моноблок Galapagos 003 появится в продаже у японского оператора SoftBank в декабре, а слайдер придется подождать до января. А других новинках далее? Тайваньский институт ИТРИ с помощью собственной инновационной технологии Flex UPD разработал 6-дюймовый гибкий цветной AMOLED-дисплей толщиной всего 1 мм. Этот дисплей можно легко скрутить в трубочку, и в таком состоянии он продолжает качественно показывать картинку. Без потери работоспособности этот дисплей выдержит до 15 тысяч свертываний. Модель умеет отображать как 2D, так и 3D. Причем в последнем случае специальные очки для просмотра не понадобятся. По словам разработчиков, новинка появится на рынке в составе e-ридеров очень скоро. Наверное, многие из вас знают, что на холоде в обычных перчатках набрать хотя бы номер на тачскрине, не говоря уже смс, не очень-то и получается. Все время приходится снимать одну перчатку. И вот нашлись умейцы, которые изобрели более-менее приличные перчатки для полноценной работы с сенсорными девайсами в холодное время года. Секрет e-gloves в том, что они сделаны из пряжи с добавлением специальной серебряной нити. Это эффективно в случае с емкостными дисплеями. К тому же, как утверждает компания-производитель, они гораздо лучше обычных перчаток удерживают тепло тела. e-gloves выпускается в трех размерах, но в одном цвете темно-сером. И стоит 18 долларов. Четыре робота-автомобиля совершили автопробег длиной 13 тысяч километров. Пройдя через Восточную Европу, Россию, Казахстан и пустыню Гоби, они финишировали в Шанхае. Датчики, лазеры и камеры, установленные на автомобилях, позволили им самостоятельно ориентироваться на дороги, зачастую в неизвестной местности и при сложных погодных условиях. Система управления, руководившая движением автомобилей, представляет собой компьютер со специальным программным обеспечением. Он-то и определял оптимальную скорость и направление движения автомобиля, основываясь на данных со сканеров и видеокамер. Автомобили двигались с максимальной скоростью 60 километров в час. Заряда аккумуляторов хватало на 2-3 часа непрерывной езды, после чего они подзаряжались от солнечных батарей. Конечно же, преодолеть такое расстояние вообще без помощи человека автопилоты еще не способны. Например, не умеют они общаться с представителями таможенных служб при пересечении границ между государствами. Также пару раз людям пришлось вмешаться, когда автомобили попали в московские пробки и когда подбирали людей, путешествующих автостопом. Собранные в ходе этого пробега данные будут проанализированы и использованы в дальнейших исследованиях, нацеленных на улучшение безопасности дорожного движения и разработку современных автомобильных технологий. А этот футуристический Урби обещает стать первым в истории авто, напечатанным с помощью 3D-принтера. По крайней мере, специалисты Core Ecologies и Strategies предпринимают такие попытки. Прототип в натуральную величину пока еще не завершен. Тем не менее, инженеры уже могут похвастаться готовыми элементами кузова авто, включая стекла. В конечном итоге Урби будет обладать целым рядом преимуществ. К примеру, этот автомобиль сможет проехать на одном галлоне топлива, а это 4,5 литра, по шоссе 320 километров, а по городу 160. Но по задумке инженеров, Урби можно будет приводить в движение не только с помощью жидкого топлива, а в то можно будет заряжать с помощью обычной розетки, солнечных батарей или энергии ветра. Незавершенный прототип этого распечатанного автомобиля будущего был показан в ходе моторшоу «Сима» в Лас-Вегасе в начале ноября. Ученые из технического университета Мюнхена собрали внешний неброский механизм, который впечатляет своим функционалом. Это роботизированное устройство, предназначенное для наклонов и поворотов, закрепленные на нем камеры. Все вместе используется для исследований в области особенностей человеческого зрения и отслеживания взгляда. Платформа может изменять свое положение со скоростью до 2500 градусов в секунду. Человеческие глаза едва способны на тысячу. Вес всей конструкции составляет меньше 100 граммов. А других новин как далее? Если вы думаете, что это вмонтированная в стенку флешка, то вы абсолютно правы. Еще четыре таких же установил в Нью-Йорке Адам Бартола в рамках своего проекта «Дидропс». Идея состоит в том, что любой желающий может подойти к этому накопителю и что-нибудь на него записать или, наоборот, скачать. Авторы любопытного эксперимента приглашают всех желающих присоединиться к системе. В любом городе и месте можно оставить свою собственную флешку, а также воспользоваться содержимым любой найденной флешки. Но не забывайте об осторожности, ведь могут найтись и такие, кто решит поделиться вирусом. Об этой робо-актрисе я уже как-то рассказывала в программе. Последняя версия разработки Кокора называется «Актроид-Ф». На сей раз актриса демонстрирует впечатляющую мимику, исполняя роль работника медицинского учреждения. По словам создателей, задачей «Актроид-Ф» является выступать в роли врача, обследующего пациента. Робот настолько точно копирует мимику оператора, находящегося перед системой распознавания лица, что становится как-то не по себе. Может, роботы уже среди нас? В шведском городе Лунде по патронажам научной лаборатории «Макс-Лаб» планируется построить циклический ускоритель частиц под названием «Макс-4». По сути, это будет еще один большой адронный коллайдер, вот только, судя по изображениям, явно повеньше. «Макс-4» поможет ученым разгонять атомы водорода до невообразимой скорости. Сталкиваясь, они будут расщепляться и высвобождать нейтроны. А уж благодаря последним, физики надеются получить новые источники энергии, создать принципиально новые материалы и так далее. По форме здание «Макс-4» напоминает ленту Мёбиуса. Кроме научной необходимости, эта форма поможет на 30% снизить солнечную нагрузку на здание. Операции по пересадке кожи проводятся уже не первое десятилетие. Однако теперь ученые заявляют, что кожу можно печатать практически так же, как это делает обычный струйный принтер. Только вместо чернил кожный принтер использует биоматериал, содержащий комбинацию клеток кожи, коллагена и коагулянт – вещество, способствующее свертыванию крови. Что интересно, устройство печатает все это непосредственно на рану. В результате она, конечно, не заживает мгновенно. Для этого, как обычно, требуется какое-то время. Однако при заживлении поврежденное место выглядит вполне пристойно и никаких пересадок не требуется. Сейчас технологии тестируются на мышах, впоследствии ученые переключатся на свиней, и уже после этого настанет черед человека. Ученые из университета штата Аризона добились успеха в создании насекомых необычайно большого размера. Ну, конечно же, не таких гигантских, как в фантастических фильмах. Ученые занимаются изучением факторов, влияющих на скорость роста и конечные размеры различных видов насекомых. И, как я уже сказала, добились значительных успехов. Они вырастили стрекоз размерами, превышающих своих обычных собратьев. По словам ученых, основную роль на размеры насекомых оказывает концентрация кислорода в воздухе. На такую мысль их натолкнуло изучение доисторических периодов, когда кислорода в атмосфере было чрезвычайно много, и некоторые виды насекомых имели весьма внушительные размеры. К примеру, размах крыльев стрекоз того времени составлял более 60 сантиметров. Ученые проводили исследования на 12 различных видах насекомых. 10 из них, будучи помещенными в условия повышенной концентрации кислорода, через одно-два поколения существенно увеличивались в размерах. Но на обычных тараканах, являющихся древнейшими созданиями на Земле, это никак не отразилось, что несколько обескуражило ученых. Ведь тараканы, которые оказались невосприимчивы к концентрации кислорода, в древности имели размеры более 10-15 сантиметров, о чем говорят находки окаменелых останков этих насекомых. По всей видимости, концентрация кислорода является не единственным фактором, влияющим на размеры насекомых. Так что в ближайшем будущем ученые собираются провести еще ряд экспериментов, изменяя и другие параметры окружающей среды, такие как температура, влажность и давление. Но мы будем надеяться, что сюжет с гигантскими насекомыми, вылезающими из недр секретных лабораторий и нападающими на людей, не станет реальностью. На этом я желаю вам удачи и увидимся в ближайшем будущем.